На самом деле, суть в том, что всё настолько просто, и то, что происходит в момент просветления, невозможно высказать никак. И многие люди понапрасну просто верят, что это какой-то опыт, что это какое-то переживание, в момент которого ты есть, в момент которого ты есть как мир, как тело, как индивидуальность, как личность, это самая большая ложь, которая есть. В момент просветления ты умираешь, и появляется тот, кто никогда не рождался и не умирал. Появляется тот, кто никогда не рождался и не умирал. И тот, кто не рождался и не умирал, начинает жить в форме данного мира осознанно, в форме данной картинки целиком, и одновременно использует функции данного тела. Это словно бессмертное ничто, которое осознало, что оно может существовать только здесь, в форме данной картинки, только данной картинки. И тело одновременно с помощью его функций. И тут начинается свобода, ты становишься свободой. Ты осознаешь, насколько ценно просто иметь органы чувств, жить весело, интересно, интенсивно, полностью погруженно в мирские проблемы, трудности, ситуации. Испытывать физическую боль, если она происходит. Это твоя единственная возможность существовать. По-другому ты не можешь быть проявлен. В момент просветления происходит мгновенная смерть и мгновенное рождение заново. Но рождение заново того, кто никогда не умирал и не рождался. И можно сказать, что ты не рождаешься, ты просто осознаешь после уже этого мгновения, что ты есть все это. В момент самого просветления отсутствуют органы чувств. Отсутствуют органы чувств, восприятия. Есть просто жизнь, которая никуда не движется, она безвременная, без восприятия. Нет того, кто воспринимает жизнь. Нет никакого времени, нет никакого движения, нет никакой формы, нет органов чувств. Есть просто жизнь. И затем жизнь просто проявляет себя заново в проявленном мире. Позволяя себе осознавать, что я существую в форме данной проявленной вселенной в данный момент. И это величайшая свобода, которая есть. Просто быть проявленным. Быть проявленным, как этот мир, это и есть свобода. Потому что до просветления твоя личность думает, что она живет в этом мире. Но после просветления нет того, кто живет в этом мире. Есть тот, кто бессмертный. И он просто существует в форме этого мира и одновременно появляется возможность быть проявленным с помощью функций данного тела. осознанно. И открывается безусловная ценность каждого момента, каждого твоего движения, каждого твоего действия, решения, ситуации. Потому что ты как бессмертный тот, кто не может ничего испытывать, ощущать, видеть, слышать, действовать, думать, ощущать какие-то грусти, печали, радости, слезы, счастья. У тебя появляется эта возможность только пока ты сейчас существуешь в форме данной картинки. Поэтому в момент просветления тот, кто существовал в этой голове, как некое Я, умирает. И остается просто эта целая картинка, бессмертная картинка. Бессмертный мир, который проживает через данное тело осознанно сам себя, позволяя данному телу жить как деталь этого целого кадра. Тем самым вы являетесь абсолютной свободой. Вы ни к чему не привязаны. Потому что вам бессмысленно быть привязанным к самому себе. Но вы просто тотально наслаждаетесь всем, что есть. Единственное, для чего вы здесь, это наслаждаться тем, что есть. Кто бы что ни говорил. Все остальное не имеет никакого смысла. только наслаждение тем, что есть, не имея претензий и ожиданий. потому что вы, как бессмертное ничто, имеете возможность существовать и наслаждаться своим проявленным, своей проявленной формой только здесь, всегда здесь, в этой точке, в этом моменте. иметь возможность просто любить, гулять, есть, слышать, видеть, иметь семью, ходить в кино, в парк, на работу. Огромное, бесконечное разнообразие каждую секунду уже проявлено. И всегда будет проявлено. И поэтому я всегда вам говорю, что вы уже являетесь данным кадром. И для этого вам не нужны никакие практики, никакие учения, никакие учителя. Никакие семинары, никакие тренинги. Вам нужно просто быть не привязанным к этому миру, но ценить его существование. Ценить просто сам факт существования. Это и есть просветление. Просто в определенный момент это окончательно закрепится, превзойдет самому себя. Но вы не должны ничего ждать. Вы уже этим являетесь прямо сейчас в эту секунду. Единственное, для чего вы здесь, это просто наслаждаться тем, что вы имеете возможность существовать. Только благодаря тому, что вы имеете возможность существовать в данной проявленной вселенной. Вы можете рассуждать о Боге. Можете рассуждать о сознании, там неважно. Можете не рассуждать. Можете думать, что жизнь плохая. Можете думать, что жизнь хорошая. Но это лишь только происходит благодаря тому, что вы, как бессмертное ничто, проявлены сейчас в форме данного мира. И имеете возможность функционировать с помощью тела в том числе. Можете, просто цените сам факт, что вы существуете. И все, что есть вокруг, существует. Вы уже являетесь свободой. Позвольте себе быть свободой, не имея претензий, но ценить то, что есть. Представьте, что вы просто представьте. Вы бессмертное ничто. Не нужно пытаться так жить как бы мысленно, но просто представьте. И у вас есть единственная возможность существовать с помощью функций человеческого тела. И данного мира. Вместе целостно. Это величайший дар. Кроме этого, ничего нет, потому что это единственный мир. И прямо сейчас, в эту секунду, единственное, что вы упускаете, это то, что вы не цените свою возможность существовать. Кроме этого, у вас ничего нет. Все остальное есть благодаря этому. Вот что важно. Не бояться потерять жизнь, но ценить, что вы существуете. Тогда появляется свобода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok